Иисус Христос Праздник Пасхи Молимся, я не знаю, какие чувства переполняют вас, но я хочу напомнить вам о том, что написано в Библии о празднике Пасхи вот что. 1 Коринфянам 15 глава 14 стих. Если Христос не воскрес, внимание, не воскрес, если Он не воскрес, то дальше написано проповедь наша тщетно. В новом переводе написано бесполезно или напрасно. И также тщетно и вера ваша. Представьте себе, что все, что мы здесь делаем, все напрасно. Это просто игра, это какое-то шоу, это трата время, это какие-то сказки, легенды, в которые вообще не стоит верить и вкладываться. Иисус Христос в реальности не воскрес. Значит, что Бог, которому мы служим, Он мертвый. Значит, для нас каких-то там надежд, перспектив абсолютно нету. А если Бог, которому мы верим, Он не живой, нет смысла ни молиться, ни проповедовать, ни в церковь ходить, ни стараться соблюдать какие-то Божьи заповеди. Вообще все теряет смысл. И оказывается, такая одна маленькая деталь, маленькая деталь, Христос воскрес. Сын Божий, Бог воскрес. И это все меняет. Это значит, что мы с вами верим и служим живому Богу. Вы представляете, друзья, живому, живому Богу, который и сегодня жив. Который и сегодня что-то готов нам, каждому сказать. Интересно, наблюдаем мы из Библии, что ученики Иисуса Христа, апостолы, во время Его жизни были с Ним, были вроде бы близко, знали, слышали Христа. Но до Его воскресения, вы помните, я думаю, кто знаком с Библией, ни один человек, а пару из них от Него отказались и Его предали. Помните? И потом смотрите, маленькая деталь, Христос воскресает из мертвых. И после этого те же самые люди положили свою жизнь за того же Христа, о котором перед этим они от Него отрекались. Вы представляете, вот эта деталь событий воскресения, как меняет все в сознании и в вере. Апостолы, которые, как апостол Петр, отрекались после воскресения Христова. Это настолько впечатлило, настолько проявило, это был символ Божьей силы, власти, живого, настоящего Бога, что после этого многие из них положили свои жизнь за этого Христа, за истину, за правду. И вот эту истину сегодня мы вместе с вами проповедуем. И хотелось бы вместе с вами сейчас пройти вместе и остановиться на некоторых основных героях вот этих пасхальных событий. И первым, о котором мы поговорим, это будет Пилат. Кем был Иисус для Пилата? Вначале историческая справка. Кто был такой Пилат? Понтиес Пилат был римский, по-простому можно сказать, правитель. Римский император Тиберес, он назначил Пилата быть префектом, или же управляющим в римской провинции того времени под имским правлением Игом было Иудея, Самария и так дальше. Интересно то, что обычно римский префект был назначен властвовать на протяжении одного, максимум трех лет. История говорит о том, что Пилат был при власти десять лет. Вопрос к вам, как вы думаете, почему? Исторические факты подтверждают то, что когда римская империя завоевала Иудею, то римская империя завоевала многие земли. Но Иудеи отличались тем, что они были народ очень ревностный, очень такой воинственный, жаждали, искали независимости. И именно в Иудеях было очень много восстаний, таких забастовок по-современному, много протеста, таких революционных взрывных акций против римской империи. И для того, чтобы удержать порядок, контроль именно в Иудеи, Пилат славился большой жестокостью. Пилат был очень жестокий человек. Одной из его особенностей было в том, что он делал массовые казни без всякого суда. Хотя по законам евреев и по законам римлян, перед тем, как казнить человека, должен был производиться суд над подсудимым. Но Пилат эти все правила игнорировал и массово, жестоко. Написано в истории, жестоко судил многочисленных, много людей. Это он был славный или известный тем, что бесконечная и невыносимая жестокость со стороны этого римского правителя. Также можно еще добавить, что именно он оскорблял все иудейские религиозные традиции. И этим тоже евреи его ненавидели. Тоже из-за этого были разные восстания. И именно в то время правил именно Пилат, который был ответственный за порядок, за мир, также отвечал за сбор налогов и славился своей жестокостью. И именно в то время Иисус Христос был осужден первосвященниками, фарисеями. И именно они привели его к Пилату для того, чтобы требовать от него смертной казни. И вот что написано в Библии, очень интересное. Псалом, простите, Матфея 27, 22, 23. 27 глава Матфея. Там написано так. «Пилат же говорит им, что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом? И люди толпа говорят ему, все говорят ему, да будет распят». Правитель же сказал, то есть Пилат, «Какое же зло сделал он?» Они, толпа евреев, кричали еще сильнее, «Да будет распят». Я хочу обратить ваше внимание на то, что Пилат задает вопрос. Если вы смотрите и в английском, и в русском, написано, какое же зло сделал он? И стоит знак вопроса. В новом переводе написано «Почему» или «За что?» В английском написано «Why?» «What crime has he committed?» И знак вопроса. И из всей толпы, заметьте, все забыли ответить на вопрос. Представьте себе, вопрос прозвучал дважды. За что или почему и какое зло он сделал? И до сих пор этот вопрос остался неотвечен. Как будто бы в тот момент все так культурно, или в кавычках некультурно, проигнорировали вопрос римского правителя на то время. И вместо ответа на вопрос, они кричали и твердили одно, «Распни, убей, да будет распят». Какое же зло сделал он? Сегодня мы, последователи Иисуса Христа, понимаем, что он никакого как раз зла и не сделал. Именно он как раз никакого греха, преступления не сделал. Именно мы сегодня понимаем, что мы были теми людьми, которые сделали зло и сделали грех, потому что Библия говорит, что все люди согрешили. И именно за наши грехи Христос пострадал. Именно за твой грех, за обман, за зло, за клевету, за сплетни, за обиды, за многое-многое, за наши грехи перед Богом и по отношению к людям Христос заплатил Своей кровью, чтобы мы сегодня, приняв это верою, могли иметь прощение и спасение. И сегодня этот же вопрос Христос задает многим людям. Сегодня Христос задает вопросы также тебе, в твое сознание, в твою совесть, но часто эти вопросы остаются без ответов. «Какое твое отношение к Иисусу Христу сегодня?» Часто в ответ тишина. «Как проходит твоя жизнь каждый день, понимая, что Бог все знает, все видит и тебя насквозь знает?» В ответ тишина. «Почему сегодня ты до сих пор не принял спасение Божье, которое Бог предлагает даром, бесплатно?» Почему нет? В ответ тишина. И так как и раньше, так и сегодня эти вопросы звучат, но часто на них мы сегодня не получаем ответа. Но если сегодня ты готов принять Иисуса Христа и прийти к Нему в покаянии, то весь твой позор, все вот это твое чувство вины, которое иногда давит людей, оно будет взято вместо тебя, Иисусом Христом. Кто же был Иисус для Пилата? Интересно, что для каждого сегодня и тогда Иисус кем-то был. Вопрос, кем Он был. Для кого-то Он был просто историческим, известным персонажем. Для кого-то Он был пророком. Для кого-то Он был мессией. Кем же Он был для Пилата? Вы знаете, что для Пилата Иисус Христос не представлял никакой ценности. Для Пилата Иисус Христос был просто очередной заключенный, простой человек. Пилат так много казнил людей и так много проливал крови, что если вы прочитаете чуть-чуть историю за Пилата, то просто удивляешься, почему Пилат как-то искал спасти Иисуса. Почему Пилат как-то искал ну помиловать Иисуса. Хотя для Него никакой ценности не предоставлял. Просто заключенный, просто осужденный. Но Пилат почему-то в чем-то что-то заметил в Иисусе необычное. Я хочу, чтобы вы увидели это глазами жестокого, кровожадного язычника, который что-то необыкновенное в этом человеке увидел, несмотря на то, что Иисус в большинстве случаев и всех осуждений молчал. Я хочу, чтобы сегодня мы, люди современного времени, мы очень любим много говорить и много доказывать. Иногда нашими словами много раним или портим сами себе. хочу, чтобы мы заметили, какую силу имеет просто молчание. Это я больше совет в нашу практическую жизнь каждый день. Как иногда молчание тоже имеет силу влиять на самых жестоких, на самих, которых переубедить, кажется, невозможно, на тех, которые имеют власть вас раздавить, в порошок растереть. И вот Пилат ответ, кем является Иисус для Пилата? Матфея 27, глава 24 стих. Пилат, видя, что ничто не помогает, толпа не успокаивается, смятение увеличивается, взял воды и омыл руки перед народом и сказал, невиновен я в крови праведника сего. Вопрос, кем был Иисус для Пилата? Мы только что с вами вместе прочитали. Для Пилата в глазах этого римлянина он был праведник. По-английски написано he was a just person. А в другом переводе написано он был просто человек. Он написал, он сказал, я не хочу проливать кровь невинного человека. Итак, два варианта. Просто невинный человек или же праведник, благочестивый человек. Это вот именно таким Христос остался в сознании Пилата. Несмотря на то, что Пилат с ним встретился с Иисусом близко. Он с ним имел возможность разговаривать. Он чувствовал его поведение, чувствовал его дух. Но тем не менее, его сердце осталось закрытым. И для него он был просто, Пилат был в роли наблюдателя. Вот этот праведный, а вот этот грешный, вот этот виновный, а этот невиновный. Больше дальше Пилат ничего не увидел. Он просто для него был праведный, хороший, Божий человек. Сегодня, когда мы смотрим на Иисуса Христа, я знаю, друзья, что многие относятся так к Христу и сегодня. Для многих, кто, возможно, не церковный, кто, возможно, в церковь не посещает и не совсем знаком с Библией, для вас Христос это просто исторический герой. Правильный, праведный человек, но и все, и не больше. И когда мы изучаем жизнь Пилата дальше, то история пишет, что Пилат закончил жизнь самоубийством. Какой трагический конец человека, который встречался, встречался с самим Господом. Итак, мы с вами подходим ко второму вопросу. Кем был Иисус для Иуды? Для Пилата он был праведник. А кем был Иисус для Иуды? Вначале снова историческая справка. Иуда был один из 12 апостолов Иисуса Христа. Единственный выходец из провинции Иудеи. Остальные апостолы были из Галилеи. Согласно Евангелию от Иоанна, Иуда был казначей их общины. Именно ему был верен ящик, в который опускались пожертвования. Пользуясь должностью, Иуда воровал. Иуда именно тот, кто предал Христа, выдав первосвященникам за 30 серебряников. После распятия Христа Иуда раскаялся, возвратив 30 серебряников, и пошел, и удавился, или повесился. Вот такая история Иуды. Интересно, что за него пишет Библия Матфея 26 глава 49 стиха «Подойдя к Иисусу, Иуда сказал «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. Это был знак, кого нужно арестовывать. И Иисус же сказал ему «Друг, для чего ты пришел?» Когда подошли, тогда подошли, возложили руки на Иисуса и взяли его, или по-другому арестовали его. В момент этих пасхальных событий Библия описывает нам о том, что Иуда был там с Иисусом. Иуда был там рядом, Иуда был там близко, Иуда подошел к Иисусу, кажется, очень близко, так близко, что уже ближе, ну, некуда. Так что он даже смог поцеловать его. Это поцелуй, кажется, такой символ самой большой близости, интимности, любви. И именно вот этот поцелуй, как вы видите, если мотив сердца неправильный, если тобой движет вот эта не Божья, а дьявольская сила, оно все может быть настолько искаженно, перевернуто, просто опровергнуто и просто предательски обмануто. И сегодня хочется сказать многим молодым девушкам и не только, что поцелуй может быть фальшивым. Поэтому не спешите таять и принимать, особенно если вы еще не замужем. Потому что Иуда тоже использовал этот трюк. тоже как бы можно было со стороны сказать, какое почтение, какая любовь. Это мы сейчас такие грамотные, мы уже знаем конец фильма, мы уже рассуждаем. А тогда со стороны все наблюдалось по-другому. У каждого было свое объяснение, почему Иуда подошел и поцеловал Иисуса Христа. И вы знаете, что это нам говорит о том, что люди могут жить двойной жизнью. Люди и тогда жили двойной жизнью, и сегодня люди могут жить двойной жизнью. И даже люди, которые ходят в церковь, могут жить двойной жизнью. Даже люди, которые называются верующими, могут быть лицемерами. Если вас сегодня удивляет и даже раздражает то, что некоторые люди называются верующими, ходят в церковь, но вы их встречали на улице, вы их встречали в бизнесе, вы их встречали в магазинах, Вы слышали их разговоры в других местах, вы их, возможно, видели в барах, и вы разочаровались в христианах, в людях, в церкви, во всей этой бутафории, во всем этом наигранном, таком надутом христианстве, где по-настоящему вам кажется честных людей мало, где вам кажется и верующей, и церковной, и все вот эти религиозники, это все лицемеры. Из-за этого вы оставили церковь, вы думали оставить церковь, из-за таких вот верующих, которые вас обманули, разочаровали, и сегодня я здесь стою перед вами, чтобы сказать, дорогой друг, не удивляйся, такие люди были во времена Христа, такие люди, которые жили двойной жизнью, они Христа целовали, они с ним рядом были, с ним рядом ходили, то почему ты думаешь, что сегодня таких людей нету? Они есть, и вот эти мысли, которые от тебя не дают покоя, так что же это за верующие, что же за это христиане? В то время, когда Иисус еще был на земле, его ученики тоже спорили о некоторых вопросах, об этом записано Иоанна 21 глава 22 стих, Иисус говорит ему, отвечая одному из апостолов, что тебе до того, ты иди за мной. Если перевести это на современный язык, то можно сказать, какое твое дело вот к тем лицемерам, которые называются верующими, и которые тебя просто разочаровывают в Боге, в церкви, из-за этого, возможно, ты оставил церковь, или твой друг оставил церковь, из-за таких верующих, фальшивых. Но я сегодня хочу сказать, что, возможно, тот, кто оставил церковь, он думает, что он наказал кого? Кого он наказал, что он из церкви ушел? Из-за того, что приткнулся на людях? Он думает, что он наказал того лицемера? Вы думаете, он расстроился? Или вы думаете, что он Бога наказал тем, что он бросил эту всю религиозную игру? Он в первую очередь сам себя наказал. И я хочу сегодня обратиться именно к тем людям, которые сегодня приткнулись, соблазнились на людях, на верующих, на лицемерах, на неистинных. Я хочу вас сегодня призвать, возвращайтесь назад к Богу, потому что Бог там ни при чем. Бог им не говорил обманывать, Бог им не говорил быть лицемерами, Бог не хотел, чтобы они вас подставляли в разных делах, сделках, разговорах, бизнесах и так дальше. Бог не поддерживает это, Бог скорбит об этом. А церковь это то место, которое наполнено несовершенными людьми, которые приходят сюда, имея шанс услышать что-то от Бога, от Духа Святого в свое сердце, извиниться, привести свою жизнь в порядок, расти духовно, изменяться, приобретать духовную зрелость. Характер Христов, который не будет ранить людей вокруг, но который будет светом и добрым примером для людей вокруг. Поэтому, друзья, добро пожаловать в церковь, где люди несовершенные. Но именно церковь написано, что Христос сказал, я создам церковь. Вот почему важно быть в церкви, даже среди несовершенных людей. Христос сказал, я создам церковь и врата ада, даже все силы тьмы не одолеют, не победят церковь. Я у одной женщины спросил, почему ты ходишь в церковь? Тебе нравится пение? Она сказала, нет. Тебе нравится проповедь? Нет. Тебе нравятся люди? Нет. Так что ты ходишь в эту церковь? И она тогда показала мне вот это местописание, необычное такое. Я хожу в церковь, потому что церковь это мое убежище, убежище. Потому что никакие силы ада, ни коммунистическая империя, ни римская империя не смогли уничтожить церковь. Вот почему для меня важно быть в церкви. Это убежище, то, которое сам создал и охраняет Бог. Вот почему для тебя, для твоей семьи важно быть в церкви, принадлежать церкви. Потому что за этим строением стоит сам Бог. Поэтому добро пожаловать. Правильно ты сделал, что сегодня ты именно пришел в церковь. Возвращаемся назад к Иуде. И снова мы замечаем одну интересную деталь. Был вопрос, а не было ответа. Какие совпадения вот в тот период? Если вы уже забыли, прочитаю вам снова. Иуда подошел, поцеловал Матфея 26 глава и сказал Христос, друг, зачем ты пришел? Предыдущий слайд. Как вы видите, снова забыл ответить. Правда интересное совпадение? Пилат спросил, не ответили. Христос спросил, и снова такой игнор по-нашему. Ведь ясный, правда, ответ, простите, вопрос. И знак вопроса стоит. Кажется, все ясно. Зачем ты пришел? В других переводах написано в английском. Делай то, для чего ты пришел. Понимаете смысл еще дальше, еще глубже идет. Да, ты пришел. Иуда пришел к Христу очень близко. Кажется, послушать, послужить нет. Другие мотивы и цели. И я знаю, что и сегодня многие люди пришли, у них другие мотивы и цели. У каждого разные. У кого-то любопытство, у кого-то просто в конце какая-то будет критика, у кого-то еще что-то будет, просто мнение, осуждение и так далее. Вот почему вопрос прозвучал целенаправленно. Друг, для чего ты пришел? Хочу еще обратить ваше внимание на то, что Иисус знал, что Иуда предатель. Как мы об этом знаем? Мы об этом читаем. Правда, из Писания, что Он сам сказал, что один из вас предаст Меня. А теперь внимание. Вот этого предателя, ну как бы вы его назвали? Вы подбираете слова, да? А Иисус такое слово выбрал. Друг. Если вам по-английски лучше, friend. Правда, интересный подбор, вот подход к таким вот, таким нехорошим людям. Друг, friend. Вопрос, зачем ты пришел? Конечно, Иуда забыл ответить, но сегодня хочется, чтобы этот вопрос прозвучал и в нашем сознании. Для чего ты сегодня пришел? Какая цель твоего визита сегодня? Потому что это Пасха и раз в год положено. Слава Богу. И за этот визит, потому что, ну, праздник, выходной день, почему бы и нет, почему бы не сходить в церковь? И это может быть причина. Послушать. Сегодня хористы неплохо пели. С кем-то пообщаться. Но я думаю, что вопрос стелится намного глубже. Христос спрашивает сегодня тебя, зачем ты пришел? Какая твоя именно цель? И вы знаете, что, возвращаясь к вопросу, кем был Иисус для Иуды, мы с вами читаем в месте Писания, которое мы прочитали чуть раньше. Это Матфея 26, 49. Иуда подошел и сказал, «Рави». Как он его назвал? «Рави». Кто он для него стал? «Рави». В переводе «учитель». И все. That's it. И не больше. Просто профессор теологии на современном языке. Вы замечаете разницу? Вы замечаете прожить с Христом сколько времени? Видеть все его чудеса, видеть его любовь, его сердце, его дух. Слышать все его проповеди с самим Господом. И в конце такой вывод. «Учитель». И все. «Учитель, радуйся». Пришло время защищать диплом. Христос никогда для Иуды не стал Господом. Никогда не стал Богом. Никогда не стал Господом. Вот это и есть ключевой момент. Вот это и есть развязка всего поведения, всего отношения, всех вопросов, всех действий. Всего это просто. Образованный учитель. Для Пилата он был праведник. Для Иуды он был учитель. А теперь идем с вами дальше. Кем же был Иисус для Марии? Марии. Кем был Иисус для Марии? Историческая справка. Прочитаю вам местописание, где Мария. Мы с вами приближаемся ближе и ближе к финалу, где произошло воскресение Иисуса Христа. И именно Мария стояла там во гробе, в которой явились ангелы. Потом сам Христос воскресший. Вопрос, какая Мария там была? Ведь Марий в то время было много. Через одну и Мария. И вот здесь, вот в этом контексте, говорится именно о Марии Магдалине. Это была иудейская женщина. Ее имя, историческая справка, употребляется в Евангелиях 12 раз. Это больше, чем употребляются имена некоторых апостолов. История говорит, что эта женщина была достаточно богатая. Именно из нее, из Марии Магдалины, Христос ее, написано, исцелил от болезни и изгнал из нее семь бесов. Написано, что эта Мария Магдалина, она служила Христу, она была при нем, ходила с ним и служила ему своим имением. Еще одна исторический факт о том, что в то время женщины были далеко не наравне с мужчинами. Мнение женщин ценилось очень низко, можно сказать, не ценилось. В то время, вы знаете, женщины не имели права голоса. И то, что женщины, Иисус их вообще допустил к себе быть в своем окружении, то исторические справки говорят, что это уже многих накаляло. Это был переворот сознания и той культуры того времени. Этим Христос подчеркивал, что Он готов служить самому низкому классу. В то время это были женщины. Самым людям, которые второсортные. Еще добавлю из истории, это то, что интересно, что Христос воскресший явился вроде бы, кажется, не апостолу Петру или Иоанну, а явился кому? Женщине. И есть такая шутка, которая говорит, почему Христос явился воскресший именно женщине? Потому что Христос знал, что если нужно включить новости, то благодаря женщине эти новости разнесутся намного быстрее, чем благодаря мужчине. Поэтому именно женщина была в центре событий. А еще интересно то, что именно Мария Магдалина, она стала первым евангелистом, потому что ей ангелы сказали, пойдите и расскажите. Расскажите что? Расскажите о том, что Христос воскрес. Вот она и понесла вот эту весть Евангелия. Она была вот первая та, которая была послана. Вот такие интересные исторические факты только об этой Марии, которая там стояла у гроба. А теперь же прочитаем, что случилось там. Иоанна 20 глава с 11 по 15 стих. А Мария стояла у гроба и плакала. И говорила, унесли Господа моего. И обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, жена, жена, что ты плачешь? И первое, на что хочется обратить внимание, это то, что Христос, Господь, Бог обращает внимание на твои слезы. Если ты плачешь сегодня, плачешь дома, в подушку, это, возможно, невидимо для человеческих глаз. Бог, в Которого мы верим, Он об этом знает, Он на это обращает внимание, как было тогда, так и сегодня. И Христос задает вопрос, Мария, что ты плачешь? Почему ты плачешь? И сегодня, если ты проходишь такие трудности, то помни, что, возможно, и сегодня ты думаешь, Христос не со мною, Бога нет, Бог меня не слышит, я Его не чувствую, на мои молитвы не отвечает. Точно так же думала тогда Мария, когда Христос с ней заговорил. Заговорил, но написано в Библии, она не узнала Его. Сегодня, возможно, Бог говорит с тобою через других людей. Бог всегда, тогда и сегодня, совершает свою работу через людей. И в Старом и в Новом Завете посылает иногда тебя навстречу добрых людей, правильных людей, правильное слово, слово вовремя, иногда предупреждая тебя, призывая тебя, иногда давая тебе совет, но иногда мы не принимаем этого, ожидая что-то особенного, своего, другого, но Бог говорит сегодня к людям разными методами и разными способами. И, возможно, и сегодня Он в твоей жизни стоит возле тебя рядом, близко, но ты не веришь, не узнаешь или не замечаешь. Так же, как это было в истории и с Марией. Но дальше интересно то, что Иисус задает вопросы. И задает вопросы очень тонкие и очень глубокие. Когда Мария расплакалась у гроба, то Христос спросил ей очень важный ключевой вопрос. Не просто, что ты или почему ты плачешь, а вот в чем вся суть. Кого ты ищешь? Кого ты ищешь? Потому что, почему ты плачешь, это поверхностный уровень. Это такой, знаете, человеческий. Увидели кого-то, кто-то плачет в коридоре, а почему ты плачешь? Подожди, а ты готов помогать? А ты готов мои проблемы решать? А ты готов разбираться в этом мессе, где я живу? Или ты спросил просто так? Обычно ради приличия, рефлекс такой. А почему ты плачешь? Ну, мы обычно как отвечаем? Да ничего, правда? Мы же говорим обычно так. Ничего, все нормально. Если все нормально, то что плачешь? Ну, нормально. Так, и мы еще больше запутываемся в наших вопросах. Но Христос идет глубже и дальше и говорит, кого ты ищешь? И здесь мы с вами открываем новую суть глубины вопроса нашего поведения. Потому что, на самом деле, чаще всего, когда человек плачет, то он плачет, потому что он ищет какой-то справедливости. Или он встретил несправедливость. Он встретил боль в отношениях. Он встретил какую-то несправедливость в жизни. Возможно, это другие, разные причины. И он ищет вот этого оправдания, любви, заботы. Он ищет уважения. Он ищет уважения к кому? К заботы к кому? Любви к кому? К себе. Получается, он ищет в этом всем процессе себя. Жалости к себе. Саможалость к себе. Любовь, понимание к себе. И вот в этом мы теряемся в этом процессе. Вот мы вроде бы плачем из-за кого-то, из-за чего-то. А Христос говорит, нет, ради кого? Кого? Кого ты ищешь? И когда мы достаточно смелы и честны, и можем признаться себе, что я ищу себя и плачу ради себя, потому что обидели, в принципе, меня, мне плохо, мне больно, мне не дали внимания, меня не поняли, то в этом и получается весь конфликт и хаос. А когда мы подходим с правильным мышлением, понимая, что в моей жизни на земле единственный, кого я должен найти и искать, это Христос Господь, то тогда наши слезы меняют тон, мотив, слезы текут, а дух уже легкий, свободный, не тяжелый, не жестокий, потому что уже ищу кого-то другого, не себя, не саможалость ищу, потому что саможалость это то, что убивает, разрушает, питает эгоизм, питает гордость, утверждает тебя в твоем непрощении. Это противоречит призыву Евангелия. Вот почему и сегодня этот вопрос звучит, кого ты ищешь? И Мария ответила и сказала, я потеряла Господа, унесли Господа моего, я его потеряла. Интересно то, что сегодня на практике многие тоже потеряли Господа, но они об этом не знают, они это не видят. Вам сегодня возможно со стороны говорят, ты потерял Господа, ты потерял Христа, ты потерял отношения с Ним, ты потерял Бога, ты потерял мир, ты потерял многое в своей жизни, у тебя внутри пустота, у тебя внутри тяжесть, ты сам от этого устал, и сам тебе эта жизнь не в радость, жизнь кажется не жизнь, а одно существование. Вот почему Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. Без этого жизнь трудно, без этого жизнь это существование. и я знаю независимо от твоего образования, независимо сколько у тебя денег, я знаю, что иногда депрессия, разочарование одолевает самых, кажется, со стороны успешных людей, но внутри там пустота и боль, потому что жизнь истинная, настоящая, она есть только во Христе Иисусе. И сегодня это весь звучит для тебя, дорогой друг, Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь, ищи жизни счастливой, настоящей, помни, тебе нужен обязательно в твою жизнь Христос, но это должен быть твой выбор, ты должен быть тот, который сегодня должен сказать, я потерял Христа, я потерял отношения с Ним, я потерял свою молитвенную жизнь, у меня ее нету, она нестабильна, она очень нестабильна, я потерял слово, любовь к Слову Божьему, к Библии, я потерял, у меня нету интереса, я честно, Господи, перед тобой, перед вами, у меня это не интересует, меня интересуют больше новости, инстаграмы и так дальше, поэтому сегодня вопрос к тебе звучит, друг, для чего ты пришел, друг, кого ты потерял, друг, кого ты сегодня ищешь, и интересно, за каждым вопросом, который Христос задавал, есть очень глубокая мысль, Христос спрашивает не что ты ищешь, а кого, потому что чаще всего в нашей жизни мы ищем что-то материальное, что-то, вот материальные вещи нас больше интересуют, это салоны красоты, это деньги машины, одежды, ну, магазины и прочее, прочее, дома, это вот то, что нас больше, вот, из-за этого мы иногда расстраиваемся, теряем мир там, хотим всегда, иногда ищем, смотрим, нам еще, если мы даже не смотрим, нам помогают с рекламой смотреть на все, и нам все что-то хочется, 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 так аж плохо, так много всего хочется, что, понимая, что все же невозможно, если бы даже все дали, все равно будет что-то новое хотеться, и мы от этого сами страдаем, вот почему за каждым что-то стоит кто-то, вот почему Христос спрашивает, кого ты ищешь, а не что ты ищешь, потому что это меняет суть нашей проблемы, и интересно ответ Марии, Мария отвечает в стихе, в котором мы прочитали раньше, унесли Господа моего, кем был Христос для Марии, кем был Иисус для Марии, Господом, вот это ключевая разница, Господом, это значит, Он был Богом, Господь, от слова Господин, Господствовать, Он был ее Богом, вы разницу чувствуете? Не просто учитель, не просто праведник, не просто хороший человек, не просто пророк, Бог, Господь, Бог, отношение к такому полностью меняется, и сегодня этот вопрос звучит для нас, друзья, кто, кем является Иисус для тебя сегодня? Для иудеев в то время они ожидали Мессию, который придет и освободит их от римского ига, придет и будет воевать с этими римлянами, у них был свой образ, свои желания и ожидания, как этот Бог в их понимании Мессия будет решать их проблемы, но Бог не работает по нашим программам, которые мы заказываем, Бог не работает по нашим желаниям, потому что Он Бог, Он имеет право, Он Бог, не мы Бог, а Он Бог, но из-за таких неправильных наших ожиданий, когда мы Богу рисуем, как нужно Богу отвечать, давать, реагировать, решать, вот тогда иудеи расстроились и не приняли, так и сегодня многие не принимают этого Господа Богом, потому что по их мнениям, по их запросам, Бог что-то не сделал, так как они заказывали, Бог в их понимании это официант, который должен выполнять заказы, 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 но когда мы смотрим на Него как на Бога, как на Господа, меняется все в нашем отношении, наши слова, наши поклонения, наши молитвы, наше поведение, Его воля, они моя, Его мечты и желания выше моих, а это уже другой уровень, для многих даже непонятный, вот почему сегодня для нас важно понимать, что Христос для многих Он не есть Господь, Он не есть Бог, вот почему сегодня наши отношения к Нему может быть таким дежурным, холодным, одноразовым, таким, ну в честь праздника приду и так далее, и так далее, но когда Он твой Господь и Бог, тогда это полностью все меняет, и вопрос сегодня ко многим в этом зале, Друг, для чего Ты пришел? Мы скоро будем петь песню с хором, и у каждого из вас будет возможность ответить на этот вопрос лично себе. И помните, в то время, в тех событиях Пасхи, были вопросы, но не было ответов. Помните, не было ответов. Не было ответов. Не было ответов. А в это время наше современное сегодня тоже звучат вопросы, но иногда нету ответов со стороны людей. Для Пилата Иисус был праведник, для Иуды Иисус был учитель, для Марии Иисус был Господь, а кем Он является сегодня для Тебя? Редактор Корректор Продолжение следует...